Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Четыре гомельчанина вызваны в кэмп потенциальных кандидатов в национальную сборную. В числе претендентов нападающий Гомеля Александр Скоринов, вратарь Ютика Комец, Иван Кульбаков, защитник сборной Ю-18 Павел Денисов и нападающий Викторией Ройлс Игорь Мартынов. Акцент на молодых игроках, способных пополнить ряды команды в перспективе. На протяжении четырех дней 54 человека будут работать под началом Павла Перепихина. Также с хоккеистами будет заниматься тренер Минского Динамо, бывший нападающий Михаил Гробовский. Игрок жлобинского металлурга Виталий Пинчук был выбран во втором раунде импорт-драфта Североамериканской Центральной Хоккейной Лиги. 60 лучших клубов юниорских лиг Северной Америки распределили между собой права на наиболее перспективных европейских хоккеистов. По результатам драфта североамериканские команды отдали белорусам четыре пика, один из которых остался за жлобинчанином. Виталий Пинчук был выбран во втором раунде канадским Кингстон Фронтенакс под общим 62 номером. Теперь у белоруса есть шансы продолжить карьеру в Хоккейной Лиге Антарио. Минифутбольный клуб Лид Сильмаш прекратил существование. Клуб был создан в 2007 году. Первыми игроками стали сотрудники завода Лид Сильмаш. Спустя несколько лет команда, которая создавалась как любительская, вышла в высшую лигу чемпионата Белоруссии. За время своего выступления коллектив четырежды становился чемпионом страны, дважды побеждал в Суперкубке, дважды брал бронзу, в копилке команды также Кубок Белоруссии. Завершились Олимпийские дни молодежи по конному спорту в Бресте. Спортсмены соревновались в конкуре. По результатам турнира в общекомандном зачете сборная области стала третьей. В составе нашей команды выступали гомельчанки Татьяна Радевич, Маргарита Василевская и Елизавета Коцур. На этом пока все с новостями спорта. Вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.